Добрый день! Это Boiler Room Collection в Москве и мы в гостях у Сергея Крылова в мото-кафе-энтузиаст, где он заведует лейблом, а также всей музыкой и небольшим уголком, где можно купить, послушать разные пластинки. Но, Сергей, привет! Я хотела узнать для начала, во-первых, что мы слушаем прямо сейчас? Слушаем мы Джуна Фукамачи, очень известного легендарного японского студио-инженера, продюсера, имеющего огромное количество альбомов, но слушаем мы удивительную пластинку, очень редкую. Она выходила только как промо, к сожалению, без обложки, к сожалению, в таком конверте, plain and white sleeve. Поздняя работа, такая странная, new age, акустика. Ты говорила, она к тебе не так просто досталась и есть записка. Да, да, их просто, их очень мало, да, там записка есть от друга, такая вот. Да, с небольшими рекомендациями. Да, да, там рекомендации по трекам и небольшое описание. Слушай, ну интересно узнать для начала, как ты собрался коллекционировать и что тому предшествовало. Мы общались пару дней назад, ты рассказывал про отца, про его коллекцию, утраченную. Да, в общем, утраченную, потому что эра CD наступила, кассетам, как-то родители с легкой, что избавились от пластинок. Начиналось, да, все от родителей, покупали пластинки, помню, происходило, как ходили в музыкальные магазины, в том числе в локальные. Потом, собственно, в 90-х увлечение кассетами, как у всех, переписывали друзей, как обычно. Ну, где-то в середине 90-х за самостоятельность. Так что это была за музыка? Чьи пластинки? Панк-рок. Панк-рок, арт-кор, музыка в 90-х годах. В основном так было. А где бралось? В Москве? В 90-е годы в Москве, конечно, уже куча магазинов, разные люди, но тем не менее. Были уже магазины независимые, скажем так. В 80-е был магазин один, «Мелодия» и его представительство. Одна этикетка. Было уже много магазинов, были какие-то мейл-ордеры, дистрибьюции, где можно было заказывать музыку по каталогам, обновляющимся постоянно. Вот в основном так. Ну и обмен с друзьями, которые уже когда начали куда-то выезжать, что-то привозить. Интересно. Но прежде были кассеты, диски? Да. А первый собственный винил? Прежде кассеты. Первый собственный винил? Первый собственный винил. Чешский. В году в 87-м купленный. В 88-м две чешские пластинки. Одна диска чешская. Называлась она «Го-Го-Голем». Ну, словно диск, софт-рок диск. Очень нравилась вторая. Это был чешский кантри-исполнитель. Ну, американская кантри. Но чешская. Вот это первая, наверное, пожалуй, две собственные пластинки. Как назывались эти пластинки, демократы? Демократы, демократы. Почему? Сотслагерь. Ну, потому что страны соотслагеря. Eastern Block Country. То, что называется. Ну, ценились не так, как английские? Или американские? Ну, это было такое. Это было в доступности, это было дешево, и это не ценилось. Это, ну, неинтересно было никому. А то, что у нас с тобой здесь. Первая пластинка, ты говорил, начало конца 90-х. То, что ты был осознанно, любимым. Да, одна из первых 90-х годов пластинок. 99-го, это конец уже 90-х. Это уже, как бы, чуть-чуть все стало серьезнее в плане музыки и увлечения ей. Так, где же она? Вот она. Это, собственно, Тони Аллен. Black Voices. Пластинка, которая сильно на меня так повлияла, когда вышла. Вообще все изменило, в общем. А когда стал? То есть, каким образом она пришла к тебе? Когда стал, услышал у друга ее, диджей-сети его. И спустя какое-то время, неделю-две, случайно нашел на компакт-диске в магазине «Союз» в отделе «Этники». Послушаем ее? Да, можем, можем послушать ее. А что было в отделе «Союз»? Мне казалось, там было какое-то кладбище, мало кому. Там были интересные разделы, там было, в принципе, огромное количество электронной музыки. Экспериментальные, типа, наверное, «Рафун», «Муслимгаус». Там был достаточно большой отдел «Этники», «Жаза», «Фанка», «Черной музыки». Этого было много. А это пользовалось какой-то популярностью? Не ты же один там был? Какое-то количество людей тоже охотилось за такими пластинками, как твоя? Ну, я боюсь, что на самом деле в тот момент мало кто охотился за такими пластинками и ими интересовался. То есть вот продавец отдела этого, с которым я впоследствии познакомился, который мне ее продавал тогда, с которым я впоследствии познакомился и до сих пор дружу и общаюсь, он, вот, пожалуй, ему, единственному, мне и тому, у кого я ее услышал, наверное, это было нужно в тот момент. Окей. Сейчас, одну секундочку я проверю, то ли я включаю. Да. О, «What's up?» Наня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 на вечера? Играл, играл. Что это за вечера? Ну, я вообще, я вообще обычно играл то, что желал играть и хотел сам. Никогда не, когда в жизни не занимался какой-то конъюнктурой, не пытался никому угодить. Если не нравилось, значит, не нравилось. Что это за вечеринки? Ты говорила, что у вас какие-то особенные дни? Ну, вообще есть вечеринки, которыми мы давно занимаемся. Странно назвать вечеринками. Это такие мероприятия, которые называются ученые советы. Скорее, прослушивание разной странной музыки, которую ты никогда точно нигде не сможешь поставить, кроме как только себе дома, закрывшись изнутри. А тут все терпят. Да, а тут люди приходят специально за тем, чтобы это послушать. И ты можешь ставить конкрет, электроакустику, индастриал, любую экспериментальную музыку, которая, ну, не для массы. В общем, которая достаточно странно может, на которую достаточно странно могут отреагировать не готовые люди. Слушай, ну, я тебя прекрасно понимаю, но, по-моему, конец 90-х и начало 2000-х, это все-таки еще была в Москве не такая свобода и счастье. И таких мест, где можно было устроить ученый совет и поставить то, что все хотели бы послушать за домом? Ну, условно, ученый совет, наверное, еще начался, наверное, еще, я думаю, что, наверное, еще в Пушкинге. Что это за место? Ну, был такой клуб в конце 90-х в Москве, в центре, в самом Непреской, в котором, в общем, играла музыка, совсем не похожая на все остальное, что в Москве происходило. Ну, а что это было за место, тем не менее? Ну, это был книжный магазин, небольшой бар, кофейный, в который проходили диджеи, open-minded, которые ставили разную необычную музыку, которые увлечены были без упора на танцевальное или на что-то веселое. Все стали что-то интересное. Потом в начале 2000-х клуб «Пульт» открылся, в котором тоже, как бы, то, что происходило, было отдельно абсолютно от Москвы, и там много разного выбирало. И какое-то количество людей с пластинками, похожие на твои? Да, да. Ну, это, в общем... И какое-то количество людей вокруг вас, которые были, ну, вовлечены и хотели служить? Ну, такие места и как раз таких людей и пригревали, в общем, разноплановые люди. Так все и происходило. А было такое, что кто-то приходил и говорил, Ребзи, ну, вы что? У нас же Москва 90-е. Было такое, было такое. Было такое, приходили люди и говорили, ребята, вы что? Какая Африка? Это Москва. Хорошо. Ну, попробуем посмотреть, что ты еще с собой принес. Еще принес... Дэвид Фаро, итальянский композитор, хорошая пластинка, очень интересная. Покажем. Это традиционный, вот, наверное, то, что называется Balearic Music. Такая легкая, земноморская, оркестровая, к меру экспериментальная музыка. Поставлю сейчас с нее я вам один трек. Как ты попал, попала она к тебе в руке, эта прекрасная пластинка? В Москве нашел в магазине за бесценок. Очень редкая пластинка стоит... Пять рублей. Стоит больших достаточно денег. А у нас она... 10 евро. 8 евро. Призант. Ну, просто никто не... Данного музыканта-композитора здесь никто не знает. Поэтому оценить ее не смогли. Разобраться за то, за сколько она уходит в интернете, тоже никто видимо не смог. Поэтому она мне чудом досталась. Ну, да, это большой подарок. Бывают сюрпризы. Где-то с периодичностью два раза в год. Часто? Ну, вот два раза в год в Москве бывает сюрприз. Пробегай. Ну, что, я ставлю туда и выключаю микрофон, да? Так. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Они, естественно, ездят утром за стандартным набором русского человека. А что там? А там Битлз, Роллинг Стоунс, Пинк Лойт, Ди Перпл, Лед Зеппелин. Ну, они прекрасные, но они просто не интересны тем, кто ищет то, чего нет в природе. И хочет услышать что-то невероятное. Найти таки что-то невероятное. Как ты ищешь? Вот сиди здесь в мото-кафе с ноутбуком. И таким образом тоже. И опять же, общаюсь с друзьями, слушая различные миксы друзей, YouTube, безусловно, каналы. Много активистов. Помимо того, что ищет, собирает, он делает рип, заливает это на YouTube для обмена информацией, чтобы это знал не один, и чах над златом. Чтобы хотя бы 10 человек могли с ним разделить это и обсудить. Значит, просто если это все закрывать и забетонировать в стену, то о чем мы тогда будем все между друг другом разговаривать, будет. Ну, это каждодневная работа, ты каждый день по несколько часов сидишь. Ну, это требует всего времени и всех средств. Хорошо, но у нас что-то следующее? Следующее у нас открытие прошлого года. Такая вот японская пластинка, Арагон группа называется. Невероятная красота. У них всего один альбом, о них ничего не известно. Это так называемый авант-поп или эмоушенал-поп, как это называют японцы. Это открытие, в принципе, прошлого года. Долго искали трек несколько человек. И в итоге друг мой нашел прорыв в миллион хоромов японской музыки. Нашел такие пластинки, и удалось мне сколько-то выводить ее. В Москву привезти? В Москву привезти, да. Но они разошлись в течение 7 минут между нами. Ну, давай попробуем их завести. Знаешь, да, ему? Большая, редко сейчас. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такие сердитые треки. Записей мало, пленок в основном много сделал. Пластинка, вот известно об одной. Да. Есть коллекционеры, которые про свою самую любимую музыку говорят, типа, никому не надо. Никому не надо. Никто меня никогда не надо. Никому не надо. Это абсолютно никому не надо. Это никому не надо. Ну, это надо. Ну, это любовь. Я думаю, что, ну, то есть, вот, их нашли, какое-то количество этих пластинок было не так давно найдено. Тоже открытие, в принципе, прошлого года. Они достаточно быстро закончились у всех друзей, кто, собственно, их распространял и продавал. Из этого, я думаю, что всем, кому они нужны были, они уже у всех есть. Разошлись. Они разошлись, да. Такого какого-то суперспроса, колоссального, наверное, нет, как бы, музыкой. Как ты ее достал? Ты говоришь, редкость сумасшедшая. Редкость сумасшедшая. Знаю про две копии. А по миру? По миру... Еще три? Нет, ну, больше. Я думаю, что, может быть, 30-40. Как достал, наши канадские коллеги нашли через него, опять же, дедсток. Это все запечатанное, новое, первый владелец. Вот. И через них много кто их получил. Там голландские наши друзья, в общем, мы, они распространили по миру. Благодаря им пластинке. Мало кто узнает, если в России не живет, но история такая с Почтой России, что ты никогда не знаешь, когда ты получишь, а главное и в каком виде. Но ты не боишься. Ты сегодня сходил, получил три пластинки. Я абсолютно спокоен. Это сейчас как реклама Почты России прозвучит, но все супер. Я читаю форумы, где люди пишут, что они в марте заказали из Канады какой-то предмет и получили его в ноябре, условно, через полгода. Я не знаю, я меньше, чем за две недели доставляю из Канады посылки. Все спокойно. Безунчик. Все целое. Ну, тфу-тфу-тфу. Ну, бывают, бывают, конечно, бывают, что люди плохо упаковывают, пластинка бьется. Был момент, может быть, пять лет назад, да, наверное, в году в десятом, когда Почта просто потеряла огромное количество пластинок. Пересы, ну, я думаю, что не только пластинок, но о чем знаю. Вот, там, между нами, там, несколькими друзьями в Москве, там, под восемьдесят пересы, отправление потеряно, безвозвратно. Там, может быть, треть удалось возместить возвратом 10 средств. Было такое, было. Сейчас, вроде, все отлично. Повезло. Ты говорил, что мы потом перескочим, и будет что-то, ради чего ты купил эту пластину. Можем, да, можем сразу. Ну, может, странным показаться, честно. Отпускай. Этот трек практически мы прослушали весь. Ну, вот тогда вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА